добрый день уважаемые друзья здравствуйте геннадий викторович к нам часто звучат предложения заявления что балашова слишком мало в экране балашов не выходит в эфир и вот мы сегодня решили выйти с нашей старой рубликой барат балашов читает комментарии ну в общем то я про подобрал десяток комментарий где люди не благодарят не сковорят спасибо не поддерживает а замечает какие-то возражения несогласия такие комментарии сегодня мы будем читать здравствуйте привет но и первый комментарий от нашего друга олега притула ему большой привет он говорит может ли военное время сократить чиновников скажем в 10 раз думаю что не надо даже мечтать об этом потому что государство во время военного времени сама себя сокращать не будет а наоборот государственники их же проблема заключается в чем они могут и зарплату не получать и на работу но со своих мест они не уйдут и чтобы их оттуда сместить это надо политическая воля первого лица можно если на сегодняшний день политическая воля первого лица на сокращение государства в украине именно сокращение государственного заселения собственности государства заселения в бизнесе нет такое не наблюдается а наоборот к сожалению наблюдается то что государство в этот момент усиливается и послевоенное время мы столкнемся с тем что государственники будут сильны как никогда у них будут отнимать имущество но отнимать имущество ради того чтобы продать его на рынке и получить деньги государство не будет она будет укреплять себя как государство именем войны она будет развивать у коронбром она будет людей облагать дополнительными налогами она будет короче к сожалению война не приводит к ослаблению государства государственного аппарата она приводит к ослаблению страны ясно игорь глущенко спрашивает а в штатах меньше налоги до в разных штатах разные налоги хотя недавно буквально посмотрел статистику какие налоги и очень много платят нью-йорке например если человек получает 100 тысяч долларов то он платит 33 с половиной процента налогов там их штук 6 33 и четыре десятых процентов вот люди должны делать сами вывод если вы в год зарабатываете 100 тысяч долларов а у нас ты знаешь что люди все зарабатывают 100 тысяч долларов в украине год если бы они платили 33 процента налога они были бы довольны или недовольны это 33 тысячи долларов поэтому когда мы говорим про америку мы должны понимать что мы говорим про очень очень богатую страну которая живет совершенно по другим канонам потому что если мы возьмем флориду в которой я нахожусь здесь например некоторых налогов вообще не существует нет налога на прибыль очень важный налог он коррупционный я считаю а в нью-йорке он есть поэтому в америке разные налоги для разных людей но если в америке человек получает до 30 тысяч долларов зарплату годовую а это так рабочий не просто квалифицирование недорогой рабочий обычный это считается не небольшая то он практически налогов и платит а еще могут ему и доплачивать поэтому когда мы берем америку это неправильно потому что америка до шестидесятого года жила без налога на прибыль даже в америке до сих пор нет налога на добавленную стоимость безумного который есть в украине и поэтому здесь так сложилось и поэтому здесь живут самые богатые в мире люди и когда мы другой средств берем а кто самый богатый из всех сословий в америке в америке самые богатые это предприниматели бизнесмены самые богатые а политики не самые богатые а когда мы смотрим украинский срез мы видим что у нас самые богатые это чиновники прокуроры и власть а предприниматели бизнесмены не богатые в основном так что вот я понимаю почему люди этот вопрос задают что мол вы предлагаете систему 510 для украины низких налогов а в америке же не так америка богатела девятнадцатом веке когда вообще жила без налогов стремительно богатела и вышла на уровень своего богатства я еще раз повторю до шестьдесятого года у них налога на прибыль не было вовсе и поэтому они самые богатые и кстати одна из причин почему сейчас европейские компании переселяются в америку потому что налоги в америке в некоторых штатах тоже отсутствуют например штат техас заманивают к себе корпорации низкими налогами штат флорида низкими налогами и великолепным климатом и поэтому и в америке и в мире все стремятся низкое налогообложение сейчас даже появляется такое движение здесь украинцев вернись в украину потому что статистика говорит о том что в америке сейчас находится порядка миллиона двухсот украинцев иммигрантов миллион двести и пошло такое движение которое говорит о том что надо как в землю обетованную вернуться в украину и они сейчас в поиске причины почему и как увлечь украинцев возвратом в украину чтобы все иммигранты хотели вернуться в украину потому что в европе тоже несколько миллионов уже украинцев по всему миру украинцы разбрелись и на сегодняшний день украинцы это рассеянный народ то есть пострадавший рассеянный народ на территории которого уже идет берем так первая мировая война гражданская война голодомор отечественная война голод и сейчас мы подошли к третьей войне и опять на территории украины и в результате иммигрантов очень много но они все любят украину все любят киев и я тоже люблю и я хочу вернуться но надо сделать так и вот эту силу иммигрантов направить на то чтобы они создали для себя для возвращения условия то есть провели политику или парламент людей которые сделают удобным проживание на территории украины более удобным чем в любой другой стране мира а это только идеальная система для бизнеса минимум государства и так далее то есть она соответствует программным устоям партии 510 вот это движение может появиться и связано она опять с общей мировой тенденцией бизнес люди стремятся туда где выгодно и в этом обвинять их нельзя к сожалению в украине сейчас выгодно чиновникам и прокурорам я сегодня посмотрел европейскую хронику там говорится о том что в украине сначала войны образовалась 14 7 миллионов беженцев из которых 11 7 европу ушли около 4 7 это переселенцев в местных внутренних и где-то у нас около семь с половиной миллионов это тех людей которых попросили политическое убежище и получает официально помощь как беженцы то есть эта статистика кстати тут вопрос вячеслав кучеров зеленский диктатор или нет и как вы видите у нас появится свой собственный моисей который способен собрать вот эту всю нацию и привести ее к небесам обетованным там к берегам с киселем с хорошими надеждами на будущее это великолепный рассказ моисей о том что мы должны основать новое царство и вернуться к истокам там где были наши предки для украинцев сейчас во всем мире это очень важно я еще раз говорю что у нас сейчас библейская история рассеянного народа пострадавшего народа у него есть право на свою родину потому что буквально больше десятка миллионов украинцев разбрелись по всему свету и потеряли землю у них отобрали эту землю вынуждено выехали оттуда это красиво штука моисей может ли появиться только в случае если народ хочет вернуться в одном только случае евреи моисея хотели вернуться и основать новое царство он их этим увлек если люди захотят будет моисей наша задача сделать стопы миссии прямыми кто этот моисей я не знаю а возможно это иисус который будет возвращать но то что украинцы хотят любят свою родину которые живут во всем мире и возможно хотят это возможно появится фонд вернись в украину потому что сила мощнейшая за рубежом и эта сила на самом деле может менять и правительство и президента и ставить того кого на потому что иммигрантская сила очень она и в канаде она и чикаго она и в европе огромная многие люди потеряв родину мечтают туда вернуться возможно эта сила сработает если у мигрантов миллионов а их повторяю миллионов есть появится такое желание если фонд умудрится уговорить их то что это надо делать это надо профинансировать это надо продвинуть ну когда-то же после войны нашлись евреи которые придумали израиль и увлекли евреев основать этот самый израиль как форпост в арабском мире и они это сделали теперь эта земля обетованная для евреев это гражданство для евреев они любят израиль хотя там стараются не жить бизнес вести в других странах а я вот хочу чтобы украине жили потому что самая большая беда украины послевоенная это отсутствие население мы потеряем треть населения а нам надо я вижу украину будущего если это все состоится и на будут выгодные условия для жизни и зарабатывания денег я вижу будущее украины это 100 миллионов жителей вот тогда эта синергия которая и какая уже россия не будет угрожать это мощнейшая стомиллионное государство как форпост всего демократического мира и европы и америке это витрина можно сказать вот это безопасность настоящая а то что часто хочет наше правительство выпросить оружие напичкать армию самым дорогим оружием это надо во время войны но это не делает страну великой это делает страну военной военной я думаю что они сделают страну есть такое желание у государства и администрации президента сделать ее военной на военной стране можно зарабатывать на помощи а мы говорим о стране которая сама себя подпитывает и растет которую стремятся ехать жить и работать люди со всего мира и вот для украинцев за рубежом вот возможно надо искать вот такую идею объединительную это позыв даже будущим поколениям обязательно вернуться в украину обязательно вернуться к своим предкам обязательно иметь возможность посещать могилы родителей дедов обязательно какой-то бизнес иметь в украине а возможно и жить в украине я ведь со многими иммигрантами говорю здесь и когда говорю ну вот давай так вот руку на сердце если была система 510 украины ты вернулся бы она не то что вернулся бы у меня уже билет в кармане лежал в любом виде я бы ехал бы в украину но сейчас украина это опасная территория с точки зрения войны и с точки зрения государства потому что вот мне даже вот сейчас рассказали вот простая история мы тоже в таком же положении там некоторые офисы нуждаются в электроэнергии генераторов купили генератор где-то и он застрялся на таможне и вот ты думаешь какая же подлая эта система когда люди нуждаются в тепле зима замерзают кто-то тянет генератор как нужный а таможенник ожидаем сды по недоразумению по запутанным бумажкам просто останавливает и люди сидят на таможне уже сутки пытаются провести генератор не что-то период когда все блокировано и я же говорю что политическая воля президента сейчас к сожалению направлена не на то чтоб людям сделать легче вмешаться буквально такие процессы на таможне на улице тоже вот возле нашего офиса я знаю стоит блокпост мне рассказали что вчера буквально перебрасывали электричество на столбы отключали от дома и я думаю ну вот людям мы не будем давать свет выселяйте а блокпост железный мы будем выбрасывать туда энергию и сам себе задаю вопрос а как бы я поступил чтобы мне и охрану президента обеспечить и людям дать возможность жить а подъезды посты могли стоять подъездом теплых обогревать и людей и солдат а так не людей и солдат не обогреют и будут только создавать проблемы все время натыкаешься на такие неверные поступки государства а потом открываешься смотришь видео или фотографии счастливого человека из этой всей системы кирилла тимошенко сидит парше абсолютно счастлива сто тысяч машина стоит а до этого мы знаем он попался на том что ездил туда надаренной американцами машины ты понимаешь что все остается во время войны по-прежнему государство душит людей душит людей выталкивает из своей страны цвет нации если политическая воля у президента я ее не вижу он не хочет свету нации помочь он пользует ту систему которую создали кучма янукович порошенко которая создавалась много лет он ничего не меняет государственном устройстве к отношению к своим людям и поэтому вот иммигранты если они поймут это их миллионы они могут сложиться и действительно добиться того чтобы было справедливо это должно быть очень справедливое государство по отношению к людям они государства какие вот у нас здесь мечты и мысли как подтверждение к ваших слов могу добавить еще до той информации которая есть про кирилл тимошенко я знаю этот дом где он проживает это никонова can development это 1200 метров так вот недавно я только узнал о том что оказывается никонов вошел в систему вместе с администрацией президента и о селе где он будет строить бывший застройщиком бы для постройки домов в наших кварталах для наших людей опять система дать так же это бесконечные рассказы про бесконечная несправедливость я же говорю что когда в целом посмотришь кто самый богатый в америке это предприниматели и бизнесмены кто самый богатый в украине это чиновники и прокуроры вот это настолько несправедливо и и по сути украинцы это сменить не могут и я своей там девятнадцатилетней девятнадцатилетней деятельностью спартийной по продвижению я понимаю что мы не можем у нас нет сил а у эмиграции есть это сила эмиграция может их свалить она может повлиять серьезно на политические расклады в украине я сейчас вот даже разговаривая с людьми и призываю сторонников которые меня слушают это бессмысленно их критиковать потому что мы критикуя и власти вот это то что они делают мы как бы устраиваемся в общий хор недовольны нам надо все время предлагать что делать ну вот пока вот меня греет эта мысль возможно и гранты захотят возможно даже цру и фбр захочет форпост в украине сделать америке америку сделать в украине и синергию эмигрантов запустить вот как когда-то была запущена синергия еврейского народа вернись в израиль это буквально до религиозной почвы доходила обязательно вот для украинцев возможно должно таким же стать идея фикс вернуться благополучную украину с лучшими возможностями чем во всем мире эти все ну этих историй ты будешь рассказывать я просто сейчас бытовые пытаюсь рассказывать там генератор застрял тут вот будку железную грею а людей отключаю я вас отлично понимаю я я не на критике хотел геннадий я показать о том что сама система прогнившая что мы сколько бы не критиковали это всего то что вы предлагали никто не хочет браться за ту основу которого говорите что надо убрать причину этой коррупции они бороться со следствием тут как раз вопрос кстати алексей чевченко спрашивает я даже не знаю что можно спросить дополнительно у балашова все давно понятно система проста и понятна единственная проблема народ наш глуп мы можем обвинять народ или нет нет не можем и обвинять народ потому что народ живет в системе взаимоотношений ежедневного решения своих собственных задач задач семьи детей надо выучить надо найти работу надо открыть бизнес они сталкиваются с этим несправедливыми государствами они с ним сливают они решают у нас же вопросы решаются пока они решаются через жопу и часто даже наши предприниматели бизнесмены хизуются украинское слово хизуются тем как они порешали вопрос а я так сделала я тут съемку намалевала я так и получается у нас вся страна хитрых предпринимателей хитрых но несчастных бедных и не сформировавших капитал хитрость народа у нас есть ума мало поэтому этот народ не глупый он хитрый а ему надо дать правила иммигранты которые пожили в англосакских государствах европы и америки они знают правила они знают что в америке надо выполнять правила раз-два ты долго сложно бюрократически но если ты выполнился правила все становится комфортно и зарабатывать можно много и вот вот эту ментальность украинцев которые живут по правилам в америке потому что у меня некоторые мигранты даже преуспели надо перенести на почву украины и изначально взять историю америки а история америки говорит о том что вначале дайте людям заработать вначале дайте им разбогатеть по правилам а потом меняйте налогообложения поэтому идеально чтобы украина при помощи иммиграционного движения влияние диаспорт в разных странах особенно канады америки она начала она установила правила для украины начальные правила на 40 лет для меня эти правила это система 510 взаимоотношения государства с гражданами через систему 510 продажу всех госпитриятий всех и тогда у нас есть возможность украины стать великой державой на уровне америки адвокат александр хорошая жена хороший дом во флориде что еще нужно балашову чтобы встретить достойно старость спокойствие спокойствие сердце не на месте между прочим потому что все равно я такой же пострадавший как и любой гражданин украины и не думайте что у меня все совсем хорошо у меня точно так проблемы с судами проблемы с недвижимостью проблемы со страной проблемы с эмиграции проблемы с политическим беженством проблемы с мотелем эти все проблемы накапливаются вот поэтому говорить о том а что еще надо ну я вам скажу нужна родина нужна родина каждому человеку нужна родина и не так чтобы я поехал туда и остался и сел в тюрьму или меня преследовали не дали там работать а так чтобы я и там находиться и там бизнес работал и недвижимость росла и так чтобы я мог летать на океан и тут вел бизнес международный вот я хочу а можно ли это сейчас полноценно осуществлять еще оставшуюся энергию на пользу родине пустить ну вот нет и поэтому когда говорят что теплый океан для кого-то этого достаточно мне нет лидия ц добрый день геннадий с вами слежу уже 13 лет я из крыма благодаря вашим советам убрала набрала и уберегла немного денег правда банковского грабежа крымчан 14 году избежать не получилось у меня такой вопрос неужели вступление в евросоюз единственный вариант и выход для украины пока да пока да потому что враждебное государство таких прокуроров следователей которые окружили в том числе сейчас и администрацию президента и они доминирующий класс их сбить может только еще более мощная бюрократия а это более мощная бюрократия это бюрократия евросоюза и американская международных финансов и она будет их сбивать лучше это для нас или хуже тут выбор очень простой либо у нас наши олигархи продолжают выдаивать при помощи прокуроров и чиновников страну и прятать деньги все равно за рубежом или нас все-таки примут в европу и заменят нам всю эту бюрократию на европейскую точки зрения защиты прав человека бизнеса это лучше точки зрения для людей по большому счету для будущих поколений если заглядывать это лучше потому что наши дети получат европейский паспорт в конце концов нас будет защищать уже нато но с точки зрения страны на территории которой будет меньше проживать это станет окраиной европы уже но европой это не приведет к обогащению украинцев поэтому с точки зрения вот моей классического посыла свобода передвижения товаров денег и людей вступление в евросоюз даст свободу передвижения людей безусловно границы с европой исчезают товары легче будет перемещаться по европе огромному рынку безусловно а ну и деньги конечно же будут ходить более свободно в том числе и евро на территории украины и это полезно для украины я просто хочу еще лучше а это система 510 сергей не суть рисуем на каждом заборе каждом столбе с помощью трафарета 510 ваши рекомендации да надо рисовать надо если вот эту энергию чтобы выбросить она нарисовать это хорошая идея была свое время много обрисовали страну возможно сейчас 2 2 дыхание возникнет знак надо носить на себе потому что мы пожалуй единственная партия которая имеет реальную идеологию и эта идеология не меняется уже там 14 года она устояла сама партийная структура она не устояла то есть мы поняли что партийная бюрократия это не для нас нам нужны либертарианцы которые не в парламент хотят а хотят 510 и делают все что могут каждый на своем месте чтобы продвигать именно эту идею и я надеюсь что появится и богатые люди которым захотят продвигать именно идею ну мне буквально сегодня там написал один говорит продайте партию дают там деньги мы возьмем вашу идеологию но переименуем ее конечно же ему сказал иди гулять потому что если ты хочешь реально это делать вступай партию и делай вноси деньги сам возглавляет но мы тебе не дадим и никому не дадим менять идеологию название партии потому что еще раз повторю ценность партии 510 что она единственная в украине с устойчивой идеологии финансового рая на территории украины так вот это правильный подход мы не ищем здесь заработка денег мы ищем здесь людей которые хотят финансовый рай на территории украины зарабатывайте свободу это постоянные наши подписчики член нашей партии в запорожье они сейчас вместе работают с азовом национальным корпусом с теми людьми которые когда-то у нас были разные взгляды на жизнь они теперь приветствуют вашу систему но очень он говорит следующее в нашей стране невыгодно держать деньги будем заниматься просвещением и бороться за умы дальше мы не опустим руки будем идти до конца да но я если там будут слушать нас люди состояниями которые хотят действительно в политику после войны и надо не забывать что в двадцать четвертом году будут выборы когда меня уже будут упрекать о том что вы идете ради власти я я вообще никуда не иду я сейчас политический беженец это сказать оказался в ситуации изгнанного лидера идеальная ситуация лидер изгнан он может более свободно говорить а люди которые войдут в партийную структуру уже со средствами они могут идти через парламент к власти но честно честно приходить партии и говорить я хочу вот это я хочу продвигать партию вот таким образом что у нас есть у нас есть идеология партия у нас есть сторонники у нас есть офис центре страны у нас есть хорошая стартовая площадка и у нас есть лидер в изгнании хорошая площадка со всех сторон если оценят это богатый если вольют но я так думаю это 10 миллионов в пропаганду партии и продвижения в парламент то реально партия может взять огромное количество голосов на сегодняшний день с ней даже никто не спорит потому что все проигрывают в поре уже финансовый рай он разбивает все идеологии финансовый рай для украинцев единственный наш враг и он очень агрессивный опасный и я на себе это почувствовал это судейско-прокурорский корпус и чиновники а также бизнесмены которые афилированы с государством которые питаются от этого государства вот это наш классовый враг к сожалению они обманывают они создают клоны вот как 10 10 15 20 это все люди которые хотят договориться с государством договориться чтобы их не трогали на самом деле или занять должность то есть пользоваться тоже самое государство а у нас сейчас классовая борьба классовая борьба заключается в следующем пострадавший народ украины против государственных чиновников которые обокрали этих людей просто обокрали и батальон монако 1 вена 1 и 2 демонстрируют как на протяжении 30 лет и кто обокрал этот народ и это только вишенки там потому что их огромное количество здесь внутри их питает именно система государства и к сожалению администрация президента к ним присоединилась она с ними объединилась и вот к сожалению им не надо ни европейский союз ни европейские ценности им я боюсь что им и войну не надо заканчивать потому что они хорошо приспособились и во время войны отчитываться не надо тендеры можно проводить закрытые декларации можно закрыть как они закрыли для чиновников купить себе поршик как кирилл тимошенко и радоваться жизни квартире тысячу метров кому на руси жить хорошо когда-то было такое у некрасова кому в украине жить хорошо и перечисляется админ юзер все должно быть просто и честно понятно как публичном доме деньги товар деньги а то деньги возьмут а взамен говорят о кризовых явищах да вот у нас получается украина живет деньги берут а товара нет или превращает товар то что нам не надо услуга таможенника услуга прокурора услуга судьи услуга налоговика все оценено кэш но это длинный путь мы избрали его когда-то эти длинным путем я думаю что все равно продолжает двигаться путем внедрения в умы идеи финансового рая на территории украины мы будем приобретать сторонников потому что шелуха видишь отпадает партии пропадают я не знаю наверное это 70 процентов партии исчезнет вообще потому что представь сколько там фальшивых партий было зарегистрировано и интересно мне тут один знакомый сказал что ему дорочить звонит помнишь который ходил со знаменами защищал малый бизнес тайфоб да оказывается его сейчас тоже начинают предъявлять обвинения вызывать за связь с русским миром а мы говорили с тобой это все связи вот этих вот которые делали картинку для рус тв и ходил этот сейфоп имитируя недовольство предпринимателей в украине для российского телевидения это благодаря таким пришел к нам пришла к нам война потому что они показывали что не любят у нас власть украинцы и хотят что кто-то их спас вот так вот так поворачивается судьба ну да почему вас на эти митинги не приглашали почему вам не давали там слова и почему они так возмущались против вас мы будем как и церковники проводили свои митинги при поддержке российской церкви сегодня это все закрывается и мы же помним том что от самого спермаусова которого уже грохнули но этот человек водил когда-то в акте вакцинаторов по киеву никто не понимал откуда финансы откуда деньги и как я понимаю россии было по барабану ко что вкладывать им лишь бы создать какое-то протестное движение раскачать это движение здесь в украине да мы сейчас видим кто тогда получал деньги от россии кого показывали на рост тв на всех этих жопил показывали тягны бога с его хождениями пакетами показывали корчинского с его хождениями пакетами показывали дороги чем постоянно показывали церковников недовольных антивакцинаторов и мы сейчас понимаем что велась колоссальная пропаганда и оболванивание людей вот они сейчас исчезнут но политическое ведро но пустым не может быть она будет заполняться вопрос чем их не будет и вот тут у меня большая надежда что это вакуум который образовался это где-то половина электората у них где-то было они ушли и они сейчас люди уже переключив свои мозги сейчас лучше всего сплочена нация украину путин цементировал теперь мы все ярые украинцы неважно на каком языке ты говоришь мы все ненавидим путина мы все хотим независимости украины и мы не терпим возле себя вот эти фальшивые бывшие партии которые имитировали и подыгрывали путинской пропаганде я перечислил это и доротис это и корчинский это и в эти монахи это и вот эти спермоусовы они все водили хороводы для того чтобы показывали их порос тв геннадий чего сегодня выступали у шелеста александра я заглянул комментарии которые там звучали это просто ужас я не знаю какие там подписчики но все какие-то ватные с россии одно замечание оттуда вас увидел ирина лебедева она сдаёт такой вопрос что она несет такое впечатление что он даже телевизор не смотрит я телевизор действительно не смотрю я через youtube смотрю передачи экспертов а вот а само обращение вот это оно это говорит о том что троллей много это хорошо троллей возбудились и то что я говорю у шелеста я ему благодарен что он зовет он тоже мозги переключает серьезно свои его там на него тоже нападают это прошлые дела но я ему благодарен что он меня туда подключает и у меня есть возможность хоть как-то влиять на это и это их очень разница возразить они на самом деле ничего не могут но оскорбить могут вот и но к сожалению вот даже вот на этих каналах появляются кто за те люди которые работали на каналах медведчука потемником это же фамилии не хочу называть чтобы с ними не ссориться и чтобы они потом меня не упоминали но обратите внимание что очень много людей блогеров продвигаются которые вчера еще пели подпевали медведчуковской пропаганде и у них много сейчас тоже есть поклонников но люди должны хоть как-то критически смотри и вот какой-то степени эти бота фермы работают на вот этих людей то есть враги остались и они перешли в социальную сеть и там эти бота фирмы продолжают финансироваться и и делать свою черную работу а некоторые ну действительно так думают вот у шелеста интересная аудитория она уже смешанная там тоже произошли сдвиги большие в сторону украины украинства армии зсу вот но остатки недобитых там тоже много гуляют и вот это одно из них у нас прошли обыски у мураева практически на всех его квартирах по недвижимости и они все сейчас нападают на телеканал наш который когда-то критиковал власть но мы же с вами знаем в этом сами присутствует на канале до определенного времени пока вы не нашли критиковать тоже власть усиленно эти люди которые являются сейчас властью в украине они постоянно присутствовали на телеканале наш теперь они взяли все под себя как вы видите развитие вообще информационного пространства в нашей стране потому что у нас теле марафон у нас есть узурпация власти но и кстати вопрос от вячеслава кучерова зеленский уже диктатор ну практически да по классическим канонам человек от слова которого зависит работа парламента всех ветвей власти а также вся медиа сфера классически это является диктатором и неважно какие законы в этой стране сегодня даже я сказал не совсем зеленский а администрация президента это диктаторская структура которая осуществляет всю власть законодательную исполнительную на территории украины а также имеет и все средства массовой информации или как доминирующие я думаю что они сейчас доминируют где-то 90 процентов на всеми оппозиции практически нет я бы даже та оставшаяся оппозиция там допустим порошенко с каналом наш но сам-то порошенко не в украине они создали условия чтобы он выехал и не возвращал и поэтому обезглавленная оппозиция и которая в результате военных действий войны вынуждена тоже не сильно критиковать власть хотя уже отдельные отблизки идут и поднимают вопросы как раз на этих каналах что ошибки ошибки нынешней власти заключают том что набрав себе очень много власти очень много некомпетентности очень опасно для них же для администрации президента и для верхушки парламента помнишь я еще когда был в августе в украине мы говорили о том что крак партии зеленых наступил в тот момент когда они всю верхушку верховная рады назначили из своих и все комитеты под себя подняли они перестали делить власть вовсе это называется узурпация власти классическая это закончится для них плохо потому что узурпация власти в современном государстве тем более при такой международной поддержки она приведет тому что ошибок будет очень много и они уже видны не пока видны в виде парше но завтра они вылезут буйным цветом будет потому что когда закончится война я думаю что партии зеленых зеленой этой партии уже не будет парламент настолько она будет не популярна как вы читаете вот та силовая структура машина огромнейшая которая репрессивная в нашей стране которая как казалось власти всегда работает на них определенное время она сразу же отработает после лишения власти зеленского его команды которая сейчас работает против них то же самый печерский суд тоже самая прокуратура тоже самая полиция начнет бежать и просто догонять эту же власть потому что они не изменили правила игры да потому что сейчас я так думаю что накапливаются дела как и на порошенко как и до этого на януковича прокуратура служба безопасности следователи обычно они работают и накапливают дела тем более есть антикоррупционные органы но часто они тоже занимаются политикой и не очень спешат заводить дела на действующую власть но когда власть шатается или падает они начинают и доставать доставать прошлое вот порошенко что достала это прошлое медведчуком казалось такая власть казалось у них все прикрыто в момент работы но посмотри на все окружение сильная мощная такие умные порошенко а никого не осталось все разбежали чиновница южанина осталось и все поэтому надо и да и высшее окружение януковича все разбежало такие умные такие сильные разбежали но дело в том что на этой территории и россии и украины и белоруссии это продолжается уже 200 лет потомки царя за рубежом революционеров за рубежом потомки чиновников за рубежом потомки порошенко за рубежом потомки кучмы за рубежом потомки ющенко за рубежом потомки зеленского будут за рубежом как бы ничего не меняется поэтому вот это вот иммигрантское движение по вернись домой она может даже и сработать потому что когда объясняешь вот так людям, что высшая несправедливость к украинцам, в том, что у вас забрали землю. Все время пропадает будущее, кем бы вы ни были. Это не важно, какую должность вы занимали при жизни. Ваши дети будут занимать должность беженцев. Может с деньгами, а может без денег, а может в тюрьме, а может все заберут. Вот если люди начнут думать, как взрослые люди, о будущих потомках, то они, наверное, будут вести себя по-другому. А пока они думают, как малые дети, дорвавшиеся до должности и ограблению своих собственных граждан. И не видят в этом, кстати, ничего зажирного. Они считают, что это территория, на которой надо набить карманы. Война, значит, при помощи войны будем набивать карманы. Но расплата, она придет, потому что институты не меняют власти. У меня, в общем-то, кончились вопросы, которые она сегодня подготовила. И позвольте один вопрос от себя. Когда я смотрю на российскую публику, там чат-рулетка или то, что говорит российское телевидение, у меня есть возможность зайти и посмотреть их мысли. Они все говорят о прошлом. Никто из них не говорит, какую страну и какие отношения будут строить. Вот наша власть и наше государство тоже больше времени уделяют времени и разговоров о прошлом. О том, какие были, что мы делали. Может ли идея, которую вы сейчас говорите, это вернись домой, стать будущей идеей. И система 5-10, которая заставит все-таки людей, наше общество говорить о будущем. Ну, это же библейская история, опять же. Та же самая, мы вспоминали Моисея, когда он появился среди евреев, которые работали на каторжных работах у фараонов. Они все время вспоминали прошлое царство. Как у них раньше было царство, их его лишили, их поработили в рабство, и они все время занимались воспоминаниями. Это библейская история. И никакого будущего у них не было. А потом они обсуждали, второй вопрос они обсуждали, это текущие дела. Тяжело кирпичи таскать, хорошо кирпичи, когда это... Есть, поесть к вечеру. То есть такие текущие дела. И пока у них не появилась этой великолепной идеи, которую произнес Моисей, говорит, вот, давайте уйдем и построим новое царство, и вернемся в дом предков. Потому что земля обетованная, это дом предков. Давайте уйдем из рабства, просто уйдем. И вернемся в дом предков. Это очень красивая история. Но она как раз говорит о том, что если народ говорит о будущем, у него есть будущее. А если народ говорит только о прошлом, он захлопывает врата будущего. Вот врата финансового рая я пытаюсь открыть уже довольно-таки долго. Но, наверное, это сложный исторический момент. Заразить людей идею. Но ее никто не остановит, если время ее придет. Иногда время приходит при страшных катаклизмах. Война, революция. Война это особенный катаклизм. Возможно, потому что на войне люди быстро взрослеют. Я очень надеюсь, что граждане Украины быстро повзрослеют. И даже оппозиция повзрослеет. Даже оппозиция признает свои ошибки. Что тот же самый Порошенко, сидя сейчас в Лондоне, он должен говорить, а ты, а я сменил систему? Потому что те же прокуроры и судьи организовали на него кучу дел. Правильных, неправильных, я сейчас не берусь это судить. Просто количество дел, которые на него обрушило, тех же людей его преследуют, которые преследовали для него предыдущую власть. И должен делать. И Янукович должен себя винить. Он не сменил систему взаимоотношений государства и людей. И каждый из них, имея такие возможности, колоссально став президентом, менять страну, менять государство, делая ее более выгодным для людей, они никто не использовали этот шанс. И Зеленский с благими намерениями пришел. У него, ему вообще, Господь бросил вообще супер шанс. Весь парламент, все правительство, все средства, его. Но он туда вставляет, видишь, видосики. Он не зажигает людей этой мечтой о финансовом рае. Потому что если бы он сам заразился финансовым раем, если бы он сам это захотел, он бы этого добился. Он бы менял бы тогда окружение на людей, которые будут делать финансовый рай. Но пока мы видим, что это достаточно устойчивая, сильная команда. Администрация президента заняла позицию отдела кадров для своих в государственных структурах. И они пользуют прокуратуру и суды точно так, как пользовал в свое время Порошенко. И тот же Медведчук. Но если бы они повзрослели и поумнели, они бы, наверное, все-таки обратили на это внимание. Что они допускают те же ошибки. Геннадий Иванович, спасибо за ответы на вопросы, что мог, в принципе, озвучил. Я надеюсь, конструктив есть в этом все. Вы получили хорошие ответы. Спасибо за то, что вы пытались заразить Зеленского и его команду. Я знаю, что вы ходили в администрацию президента, с многими встречались. Но почему-то все благодарны с вам, только те, которые уходят с политики. И потом говорят, ваша идея классная. Но будучи на посту, они делали вид, что этого всего не замечают. И спасибо, конечно, за надежду на будущее. Думаю, с вашей помощью у нас это будущее будет перспективное, хорошее. А зрителям прошу комментировать, задавать свои вопросы. Не обязательно, не думайте, что за вас кто-то поставит лайк и подписку. Подписывайтесь, распространяйте идею, помогайте и нашей идее, и либритарской идее, и помогайте продвигать идеи, которые несет Геннадий Иванович Балашов. Спасибо. Рабатываем свободно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова